МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вот уже сто лет, как бы это парадоксально не звучало, но так сожилось, что мы в ноябре вспоминаем Октябрьскую революцию. О том, какие были это дни для Дагестана и дагестанцев, мы сегодня поговорим в подробностях с доктором наук, заведующим кафедрой истории ДГУ Абдулкадыром Исаевичем Амаровым. Абдулкадыр Исаевич, салам алейкум. Алейкум, салам. Ну, знаете, вот сейчас я человек, который всю свою сознательную жизнь прожил в современной России, Российской Федерации. Я не понимаю, возможно, и мое поколение тоже не понимает. Как относиться к 7 ноября? Что это такое? Это какая-то памятная дата? В советское время, как я понимаю, это был праздник, огромный праздник. Что это сейчас для нас? Ну, наверное, мне несколько легче судить об этом, потому что я сформировался именно тогда, когда это был праздник для всех, и могу судить, как к этому относятся сегодня. Я думаю, что такого единого мнения мы в нашем обществе сейчас, конечно, не найдем. Люди старшего и среднего поколения, они все еще воспринимают этот праздник как настоящий праздник, большое событие, масса воспоминаний, связанных, приятных. И не только таких торжественных, а, например, когда люди просто собирались, шли на площадь, общались и так далее. То есть это реальный праздник. Ну, молодежь, я думаю, что молодежь, конечно, сейчас немножко, она так, немножко разорвана, что ли, в таком ментальном плане. Не все к этому относятся с должным пониманием. Я вот сегодня читал, например, лекцию, мы, естественно, беседовали о Октябрьской революции. Многие по школьным учебникам что-то знают. Но такого внутреннего ощущения, что это нечто важное, пожалуй, конечно, они в большинстве случаев не испытывают. Может быть, к сожалению, потому что это, ну, это грандиозное событие в истории России. Но для советского человека это что-то было догматическое такое, да? Это было то, что создало... Это не только драматизм, это и героизм, это новое, это то, чего не было никогда до этого. Вообще-то, мировой, первый мировой опыт, по сути дела, социалистический опыт. И не самый неудачный, как многие считают. Ну, давайте сейчас мы коротко поговорим. Конечно, об этом коротко говорить невозможно, потому что это происходило очень долго. Хоть мы говорим об Октябрьской революции, но вы поправьте меня, если я говорю, что это не так. Я думаю, о ней говорить, как о самостоятельной такой революции, мне кажется, невозможно, потому что это такой каскад революции, если так можно говорить. Это 1905 года, февральская, октябрьская. Вот все это, все это должно было случиться. То есть, или это есть много сейчас, огромное количество таких современных версий, что это западное было лобби, да, которое провернуло какую-то компанию. Или это действительно народ устал? Вы знаете, по-моему, в древности кто-то из древних, я сейчас не вспомню, кто именно, говорили, что ничто не возникает без причины. То есть, если революция произошла, то, безусловно, для этого какие-то предпосылки, какие-то конкретные причины существовали. Ведь у России была очень тяжелая ситуация в той эпохе. Февральская революция же показала, ну, правительство России, император, они не справлялись с той ситуацией, которая в стране сложилась. Была, ну, война, там, события 1905-1907 годов, последующие события, Первая мировая война вообще, которая, буквально, можно сказать, обнажила, да, все проблемы, все противоречия, которые существовали в тогдашнем российском обществе. Поэтому я лично склоняюсь к тому, что были конкретные и причины, и предпосылки, и реальная революционная ситуация, которые привели к тому, кто это называет Октябрьским переворотом, кто называет Великой русской революцией. Но я с вами абсолютно согласен, что это цепочка событий. Одно вытекает из другого. Хотя по этому поводу существуют разные точки зрения. Один говорит, что Февральская революция – это отдельное событие, Октябрьская революция – это другое. На мой взгляд, Временное правительство тоже не справлялось со своей ситуацией, и поэтому большевики, они проявили силу воли, они оказались наиболее мобильной, организованной силой. Наверное, наиболее близкими. И, естественно, если бы, посудите сами, если бы они не были близки людям, если бы их идеи не были близки, я думаю, их дело быстро бы закончилось, невзирая, допустим, на какую-то помощь или поддержку извне, если даже допустить, что это было очень серьезно и важно. Как-то так, наверное. Хорошо. Ну вот, есть еще, коротко об этом, есть еще, вот сейчас проходит такая информация, иногда возникает, возникает она без никакой ссылки, о том, что вот это перевернуло западное какое-то, не знаю, масонское общество, либо кто-то, ну, разные, конечно, конспирологические теории, но говорят еще о том, что Российская империя на тот момент была очень богатой, то есть у нас мы продавали огромное количество угля, мы были нереально богатыми, и вот все нам обзавидовались, и поэтому мы решили перевернуть. Так ли это? Ну, я не думаю, что потому что обзавидовались, вы просто, ну да, уровень развития российской экономики был весьма неплохим до Первой мировой войны, то есть 1913 год, он такой успешный год, даже в старых, вообще в советских, даже учебниках истории, этот год отмечается особо, там были большие достижения в хозяйстве, там много зерна, много чего-то другого производилось и так далее, но ведь помимо, скажем так, экономических моментов, наверное, есть еще какие-то другие соображения, нельзя же все сводить только к материальному фактору. И как он отражается на каждом человеке? Если взять современную историю, что какие-то революции, они же все-таки происходят, там оранжевые, там цветочные и прочие, в принципе, не самых там отстающих там странах, вполне благополучных, казалось бы, с точки зрения. Поэтому я думаю, что война, она послужила таким мощным катализатором, который довел эту ситуацию до такого взрыва, определенного революционного взрыва. Вот не могу, как закончить тему революции общую, перейти к Дагестану, конечно, столько хочется о себе уточнить, узнать вашу позицию. Но вот еще один момент, вот мне не совсем до конца понятно в голове. Была революция 1905 года, да? То есть уже понятно было, что это не волнение, а это просто народ уже все не выдерживает, он выходит. Уже был Февральск, ну и все это время тоже было довольно напряженно. Вот неужели в тот момент царский режим, да? Не понимает, буржуазник, он не понимает, что нужно что-то менять, нужно как-то идти в другую сторону. Почему, как вы думаете, они не хотели быть у власти? То есть император не хотел быть у власти? Или что это происходило? Почему он, вот уже понимая, либо, грубо говоря, не отстроился на тот момент, да? Либо полностью непереломную ситуацию не изменил? Вы знаете, ведь зачастую, как оно бывает? Люди понимают, но не успевают просто это все осознать, уж тем более выработать какую-то программу, тем более принять какие-то меры, тем более направить развитие такой огромной страны, как Российская империя, нужную, скажем, правильную сторону. Мне кажется, там произошел такой своеобразный разрыв между пониманием этой ситуации и между реальными шагами, которые надо было произвести для того, чтобы спасти эту страну, скажем, империю, в данном случае, имея в виду имперскую систему России. А может быть, все проще, потому что, ну, все заканчивается, все империи рано или поздно завершают свою историю, начинается новая история этой страны, там, советская история. Как и закончился советский режим. Конечно. Да. Безусловно. Хорошо. Перейдем к Дагестану. Что из себя Дагестан представлял до революции, во время и после? Знаете, Дагестан после Кавказской войны, он попал под такую систему управления, которая называлась военно-народная система управления. То есть вся власть, в принципе, в Дагестанской области, она принадлежала начальникам Дагестанской области, военным губернаторам Дагестана. Всем заведовали военные офицеры, причем это преимущественно были русские офицеры, армяне, грузины и так далее. А местные дагестанские... Не наши, не местные народы. Да. Дагестанский, скажем, элемент был представлен на уровне наибств, ну, так сказать, небольших районов. Причем бывшие шамилевские и многие наибы, они возглавили какие-то участки, они правили. Эта система, она такая, в принципе, раскритикованная очень, хотя в ней есть не только минусы, но есть еще и плюсы. По крайней мере, Дагестан получил единую систему управления, какой-то порядок, какое-то разделение. Но я ближе к революции. Дагестан, вы понимаете, он был достаточно аполитичный край. Я часто студентам привожу этот пример. Знаете, такое коллективное мнение дагестанцев, оно проявлялось в начале 20 века, когда были первые выборы Государственной Думы, например. Многие дагестанские джамааты, общества того или иного села, они говорили, ну, как может быть один человек ходатаем за нужды всего Дагестана? И сами люди не ходили на выборы, они считали, что это было неинтересно. То есть мы привыкли к такой демократии горской? Конечно. Более того, февральская революция тоже очень мало отразилась на Дагестане. Там переход власти произошел абсолютно спокойно. А вот октябрьские события, конечно, сильно повлияли на Дагестан. Но вы не забывайте, многие военные вернулись на Дагестан. С фронтов, офицеры известные, многие. И это была определенная сила в Дагестане. Группа военных, генералы, там, князь Нухбек Тарковский, полковник Нухбек Тарковский, генерал Никаил Халилов, там, Джафаров, там, Кайтмаз Алиханов и многие другие. Такая очень сильная... Возвращается к Каркмасову, да? Да. Каркмасов – это представитель такой, скажем, интеллигенции Дагестана. Я к тому, что именно октябрьские события, они породили разные течения. В Дагестане много сил. Вот военные, там, мили-комитет, то есть это представители мусульманского духовенства, там, Нажгудин Гацинский, Узун Хаджи, Салтинский, которые были за шариат, за имамат, за возрождение традиции. Вот давайте вот этот момент. И большевики. Да, пройдем вот этот момент. Когда у нас получается, в один момент у нас здесь появляются советы, горские советы, да? То есть это, куда больше направлен был до октября. То есть в какую сторону смотрел Дагестан? Я вот сейчас навскидку вспомнил одну цифру, вот когда еще до революции проходили выборы в учредительное собрание, вот Дагестанский мусульманский национальный комитет, который назывался Милли-комитет Гацинский, там был вот те, кого я назвал, он набрал там где-то 69% или голосов, а там Дагестанская социалистическая группа, куда входили там и Каркмасов, и многие другие будущие большевики, уже те, которые были, они набрали там почти три раза меньше, 28% или сколько-то. То есть большая часть дагестанцев, они однозначно больше воспринимали на тот момент идеи мусульманских, мусульманского духовенства, алимов, знатоков там шариата и так далее. А дагестанская социалистическая группа и большевики, они им предстояло проделать гигантскую работу, как перетянуть мнение и симпатии людей от традиционного исламского восприятия жизни, скажем так, на свою сторону. Но им это удалось в конечном счете. Вот как это происходит? И как, мы помним, там среди тех людей, которые переходили с одного, скажем так, мировоззрения, да, и с одних каких-то взглядов на других, были и довольно высокопоставленные люди, которые потом за собой потянули массы. Как это происходило? То есть, как происходил такой перелом всего этого? Знаете, ведь в начале действия, скажем, Жмуни-Дагацинского, муфти Северного Кавказа, Дагестана, как его обозначили, они были довольно активные действия. Был съезд в Анди, там собрались тысячи и тысячи людей. Я вот вспомнил там воспоминания Амира Джиби, одного грузина, был гость этого торжественного собрания. Он был удивлен, что там столько людей, и все были в чалмах, с оружием, на конях, люди общались. И вот там чувствовалась поддержка народная. А делегаты других течений, они там, скажем так, они чувствовали себя весьма неловко и не могли ничего этому противопоставить. Но вы не забывайте, что ведь советская власть практически везде наступала, она начала побеждать. И уже этот вопрос, наверное, был, в принципе, предрешен, что рано или поздно и советская власть, и советы там рабочих, крестьянских, красноармейских, там солдатских депутатов, они восторжествуют. Тем более, советы уже работали, они уже были в Дагестане. Хорошо. У нас, к сожалению, для этой огромная тема. Это бесконечная тема. Да. У нас маловременная. И поэтому хочу еще два вопроса, которые сейчас, скажем так, такие вопросы, которые в тренде. Не хочу прямо задавать этот вопрос, немного косвенно. Как вы думаете, когда-то мы придем к тому, что нам нужно будет человека, который сейчас лежит на Красной площади, перевести в другое место? Я говорю, конечно, о Владимире Ильиче. Я думаю, что да. Мне кажется, что рано или поздно это все-таки должно произойти. У нас же были в истории такие моменты. Я, например, лично я, и вот сторонник, что это надо сделать. Я думаю, что таких людей большинство все-таки. Если провести такой опрос по стране, ну, не референдум, конечно, проводить по этому поводу, а просто социологический опрос в масштабах всей страны, мне кажется, что подавляющая часть людей скажет, да, это было бы лучше и красивее. Вот в истории у нас были моменты, когда решил народ в один момент, тоже так же в мавзолее, да, решил, чтобы там еще один человек лежал. Был такой момент. И мы как-то потом пришли к мнению, что нужно уходить от этого. У нас были такие периоды. То есть, кто там у нас еще лежал? Ну, я вот думаю, что там мы придем к этому. Это вопрос из области, конечно, немножко такой, как оно там получится, да, из области там. Но мне кажется, что... Сложно и легко, но... Да, видите, он затрагивает какие-то такие внутренние какие-то нотки для большого количества людей. И, казалось бы, разум нам говорит, что это надо сделать. Разум элементарный. И уважение к человеку. А какие-то политические, я не знаю, такие прошлые идеологические штампы, стандарты мышления мешают осуществить, казалось бы, очень простые вещи. Хорошо. И такой момент, еще точнее такой вопрос, на который вы отвечали, наверное, уже тысячи-тысячи раз. Почему мы в ноябре отмечаем Октябрьскую революцию? Ну, там изменения в календаре просто произошли. Да, просто кто-то вдруг у нас... Не более того, да. Да, еще и не знает ответ на этот вопрос. Ну, вы на него тоже решили ответить. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что на следующую дату мы еще раз увидимся и продолжим уже обсуждать и вам спасибо, что пригласили. Спасибо. Секундочку. Это были подробности. Мы сегодня говорили с доктором наук в заведующем кафедре истории ДГУ Абдулкадыром Несаевичем Амаровым об Октябрьской революции. С вами был Тельман Раджабов. Даст Бог, еще увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»